Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Сегодня мы предлагаем вам отправиться вместе с нами в воскресную школу Александра Невской Лавры. Это старейшая школа нашего города. Ей уже 28 лет. И несмотря на то, что Александра Невская Лавра сейчас в лесах, на ремонте, и школа базируется в чужих помещениях, ее жизнь протекает все так же насыщенно, как и раньше. Кроме академических, классических предметов, есть и интересные факультативы. Среди них православное стихосложение. Ну а подробнее расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Православное стихосложение – урок, о котором мы обязательно расскажем, завершает учебный день. А первый урок – всегда литургия, собирающая вместе детей, родителей, выпускников, учителей и директора. Впрочем, директор школы сам ведет этот урок. Первый по счету и первый по значимости. Божественная литургия – это, да, действительно наш первый и, наверное, самый главный урок. Здесь мы в одном таком едином организме. Это и наша община. Это и действительно то место, которое является поистине училищем благочестия. Можно много знать духовных, прочитать книг, множество, так сказать, литературы перелопатить. Но если ты будешь вдали от этого общего дела, а литургия так и переводится, общее дело, это все будет, извините, как пустозвон. Поэтому дети здесь сплачиваются и, собственно говоря, вот причащая святых христовых тайн, являют единое тело Христово. Наша служба в лавре именуется, как бы так, в шутку детской. Хотя все здесь, согласитесь, по-взрослому. Да, дети озвучивают саму литургию, поют на клиросе, читают и апостол, и часы, и благодарственные молитвы, и молитвы ко святому причащению. Несут клиросное, алтарное послушание, подают кадила, выходят со свечами. Будем говорить, вот как раз те теоретические навыки, которые они получают на уроках, скажем, литургики, иконографии, церковнославянского языка, они это могут применить именно здесь. И вот хотелось выстроить это в такую структуру. Даже чтение апостола и Евангелия, согласитесь, малопонятное простому обывателю, мы читаем на церковнославянском языке, как положено, но при этом у каждого на богослужении отрывочек этого чтения на русском языке. Не нарушая каноны, мы наипаче, что называется, вводим их, вот что называется, да, в смысл литургических текстов. Да, важные тексты во время богослужения можно прочесть на русском. Но и церковнославянский детям не чужд. Его в школе при лавре, конечно, преподают. На самом деле курс длится недолго у нас, в течение одного года, раз в недельку, не так много. Но за это время можно заинтересовать ребенка, да, то есть понять, опять-таки, как меняются в современном русском языке какие-то правила, откуда они возникли, как они получились, да, чем отличаются там русские от белорусского языка, от украинского, да, какие-то вот особенности от других языков славянских, там того же болгарского или еще что-то. Они видят истоти, они видят основу, да, и поэтому тут самое главное заинтересовать, да, то есть у нас не ставится целью, чтобы они там вышли, там читали, писали, все знали, да, но заложить зернышко интереса, которое потом может вырасти и которое опять-таки где-то может им помочь, да, в каких-то таких сложных ситуациях, когда им надо понять, куда я попал, что за икона, что здесь вообще делается, да, вот. Заинтересовали, а там уже у кого какие таланты, вот. И опять-таки она помогает понять литургию, да, потому что они присутствуют на литургию, и что за возгласы, о чем это там пати-пати, да, или вот что к чему, о чем, вот, да, слово мир мы сегодня опять-таки изучали, да, какой мир всем, да, да, вот, миром Господу помолимся, что это значит, почему, как это трактовать, да, и вот пытаемся вот заложить, чтобы не просто они стояли на литургии, а понимали, во-первых, ее и были ее участниками, да, мы старшие у нас читают, там, опять-таки кого-то благословляют, ходят со свечами, там, подают кадилы, да, потому что опять-таки они чувствуют себя участниками, они чувствуют, что они важны, да, вот, что они не просто здесь, вот, как бы, массовка, да, а вот опять-таки и понимание было, и участие, да, вот я с детьми всегда уроки-литургики начинаются, что мы пытаемся реконструировать тайную вечер, вот ту вечерю, которую Иисус со своими учениками в Сионской горности, да, мы приносим вот эту воду соленую, вот этот хлеб, который макался, да, как вот псалмы, которые читались у древних евреев, вот при осуществлении их еврейской пасти, и как вот этот вот древний ужин превратился вот в такую прекрасную службу, как литурдия, что поменялось, что добавилось, что убралось, да, как это трансформировалось, какие-то вот древние литурдии, чины тоже обсуждаем, да, вот, какая была исповедь, да, не сейчас, как вот мы там каждый шепчем на ушко батюшке, вот выходил человек перед общиной и рассказывал о том, что, да, им уже совсем второй раз уже было сложнее так косячить. Поймать внимание детей сейчас тоже очень сложно, и опять-таки, если им просто рассказывать, они будут сидеть там записывать или еще слушать, тоже тяжело, то есть их надо вовлечь в какой-то диалог, в обсуждение, чтобы, опять-таки, все это актуализировать, чтобы они понимали, что вот это современно. Пока лавра на ремонте, богослужения проходят в молитвенной комнате, и в этом стечении обстоятельств есть и некоторые несомненные плюсы. Прежде всего, возросшее ощущение объединенности, настоящая соборность. Я, наоборот, прощаю и разрешаю вас от всех грехов ваших, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мы, находясь как бы во временном даболном храме, где нет иконостаса, как вот этой видимой преграды, люди вовлечены в единый литургический процесс. И, видя, что происходит в алтаре, ну, условно, да, вот жертвенник, вот записочка, вот проскомедия, вот имена, вот реальное поминовение. То есть не что-то такое, знаете, передали, и как там оно, это вот, на самом деле, отрыв происходит такой. А здесь вот даже причастие священника во время богослужения, я считаю, вот это действительно сплачивает. И когда уже сами дети, также их родители подходят к чаше, мы поистине являемся единым целым. И вот это, может быть, как раз и больше влияет на восприятие литургии как необходимости, не как чего-то такого, знаете, вот надо и все, а как то, без чего невозможно, в принципе, жить и начинать наш учебный процесс в детской воскресной школе, я так считаю. Детская воскресная школа при Александра Невской лавре была открыта 28 лет назад. За эти годы выпустилось больше 200 человек. Поддерживать связь с выпускниками – одна из традиций, и не единственная. Я пришла уже давно в эту школу, в 2002 году. Мы пришли с сыном сюда, я его привела как мама в воскресную школу, ну, а потом директор, которая была в воскресной школе, потому что я по образованию учитель, и она пригласила меня преподавать в школе. Сын мой остался, он закончил воскресную школу, и много помогал потом, как выпускник в воскресной школе, вот. А мне интересно очень самой преподавать вот такие дисциплины, я же учитель по образованию, вот. Это очень привлекло, ну и, конечно, общение с детьми, с молодым поколением, это всегда очень интересно. Поэтому вот я и задержалась настолько долго в этой школе. Обязательно должно быть литургическое общение. Поэтому каждое воскресенье наши занятия начинаются с литургии. Это обязательно. И дети, и родители, и педагоги – все приходят на литургию. С этого начинается наш школьный день. Это очень важно и нужно, когда все мы на божественной литургии находимся. Ну, а потом начинаются уроки, и наша школа развивалась. Вот сейчас у нас шесть классов, а было когда-то два, три класса, и вот теперь уже шесть классов. И наша школа возникла в девяносто шестом году. Это старейшая детская воскресная школа Санкт-Петербурга. Вот. И наша школа такая, она, можно сказать, и немножко академического плана, можно так сказать, потому что у нас изучаются очень интересные предметы, такие, как и Ветхий Завет, и Новый Завет, церковнославянский язык, и история русской православной церкви, и история апостольской церкви, то есть древней. Вот такие предметы разные, интересные и глубокие. Вот. Но, конечно, мы ставим своей задачей не только, чтобы дети получали какие-то знания. Это хорошо, это интересно, это нужно христианину, но это не главное. А главное, конечно, это заложить в детей основы именно духовности. Вот это главное. Потому что духовно человек развивается всю свою жизнь. Но вот эти основы духовности мы должны постараться заложить в нашей школе. Вот. Они учатся в школе светской, там основы нравственности им больше как бы преподают, закладывают. А мы вот именно основы духовности. А духовность и нравственность – это, конечно, разные вещи. Наша обычная школа, нам не очень нравилось, что там происходит. Вот. Там нет каких-то таких преподаваний, каких-то общечеловеческих ценностей. Вот. И мы пришли сюда как источник таких вот ценностей, присущих человеку. Человеку. Доброта, там, любовь. И это, в общем-то, основная причина, почему мы сюда ходим. Вот. Можно сказать так, что мой ребенок прямо не очень сильно так вот привязан к церкви. Но, насколько я наблюдаю, что это является таким накапливающимся эффектом. Мой брат тоже ходил в воскресную школу, он совсем живет в другом регионе. И до поры до времени он совершенно никак не ходил в церковь, ничем такими занимался. И в конце концов, когда прошли некоторые события его в жизни, он обратился к церкви. И этот инструмент он использовал как решение своих проблем, проблем своей семьи и прочее-прочее. Я надеюсь, что если что-то такое в жизни произойдет, из-за чего будут сложности у моего сына, у него уже будет инструмент для того, чтобы решать свои проблемы, решать проблемы окружающих. И я считаю, что это дает воскресная школа. Я хожу в воскресную школу с пяти лет, мне нравится. Я хочу до конца закончить все шесть классов. Но мне нравится здесь история и закон Божий, больше всего нравится. Потому что на истории мне интересно слушать учителя, и я познаю много чего нового, что они изучают в школе. Хотела давно вводить сюда своего ребенка, но вот так вот, чтобы осознанно, и он сам захотел, дождалась возраста, предложила, он согласился. У нас есть один урок – Новый Завет. Мне он очень нравится. Также нравится церковно-славянский язык и история русской православной церкви. Воскресная школа учит, во-первых, думать по-своему, раскрывать свои мысли и, ну, как-то выражать свое мнение. На самом деле, хочется сказать то, что в воскресной школе ты чувствуешь себя как дома, потому что, во-первых, как православному человеку, потому что, если в обычной школе ты можешь быть даже как-то закрытым себе, потому что все-таки единомышленники находятся именно здесь, в воскресной школе. Ты здесь можешь найти себе новых друзей, новые знакомства, хорошие, добрые учителя. И, конечно же, я выпустился в мае этого года, и я уже являюсь выпускником, и это не мешает мне, на самом деле, посещать божественные литургии, посещать театральные кружки в нашей воскресной школе и, в принципе, помогать в жизни нашей воскресной школы. Мы многодетная семья. Старшая наша дочь, ей уже 18 лет, закончила эту школу. Трое детей учатся в ней. Ванечка скоро тоже поступит в первый класс, пятый наш ребенок. Нравятся друзья, преподаватели. Ну, все. Искренняя любовь к нашим детям. И если в обычной школе я сталкиваюсь с каким-то непониманием, то здесь я... Учителя совершенно по-другому относятся к воспитанникам. Именно воспитанникам, вы знаете, не ученикам, а именно воспитанникам. И мои дети здесь напитываются любовью. Если литургия – это первый по значимости предмет в школе, академические дисциплины на втором месте, то на третьем, пожалуй, творческие занятия. Урок православного стихосложения в школе появился не так давно и почти неожиданно, хотя предпосылки к этому, конечно, были. И романах Дмитрий Самойлов и сам пишет стихи, в том числе такие, которые вполне могут дополнить проповедь. Я тоже как бы недалек от этого, будем говорить, стихословия, стихосложения и позволю себе высказаться по поводу своего небесного покровителя. В век смут, пожаров и лишений жил инок, истинный простец. Составил свод житийных чтений, святых и праведных отец. Когда пришла пора смиренно, архиерийский жезл он взял в соборных службах и килина, в молитвах отдыха не знал. Вошел ростовский свет учитель, в чертоге Бога возносясь, любви о Господе ревнитель, почил в молитве находясь. Святитель Дмитрий Ростовский, которому посвящены эти строки, небесный покровитель не только директора школы, но и вообще духовных учебных заведений. Господь нас, собственно говоря, избирает. И я вижу в этом промысел Божий, поскольку мой небесный покровитель в монашеском постриге, святитель Дмитрий Ростовский, который является начальником всего нашего учебного духовного образования в России, поскольку он, являясь режиссером, драматургом, сценаристом, самое главное, меценатом, на свои собственные средства создавал духовное училище. И, возможно, вот как раз его молитвами, его таким видимым, осязаемым предстательством вот Господь мне и вручил это жребие, стать во главе детской воскресной школы Лавры. Встав во главе воскресной школы, отец Дмитрий не думал, что сможет реализовать там и свою давнюю мечту – открыть поэтическую секцию. Но все сложилось само собой. У меня такая мечта была с детьми, вот, да, во славу Божию. И, может быть, именно в воскресной школе я не знала сама, вот, как это реализовать. И нас, скажем так, ну, познакомили с отцом Дмитрием. Я была на вечерней службе, смотрела, как он благоговейно ведет, там, служит, да, и так это вот мне тоже тронуло в сердце. Думаю, ну, как-то неудобно подходить, да, вот. Ну, я думаю, надо попробовать, а вдруг и правда нужно. Я еще тогда не сформулировала то направление, которое я готова предложить школе. Вот, потому что, ну, как-то вот не было у меня самого, да, такого формата готового, который я готова реализовать. Я просто хотела работать с детьми и, может быть, что-то педагогическое. Да, я педагог английского в основном, родного русского, родной литературы. И я подошла к нему просто смело, говорю, батюшка, здравствуйте. А он куда-то торопился после службы, он очень человек занятой, у него много задач, многозадачный. Можно, говорю, у вас работать? Он так посмотрел, ну, хорошо, а что вы там умеете? Вот, то есть, знаете, как элемент такой сказки, как сказки там, а что вы умеете там, да? Я растерялась немножко, говорю, а я могу вам это стихотворение прочитать? Я прочитала одно взрослое, православное, а второе детское. Он посмотрел на меня и говорит, ну, можете у нас стихосложение вести. Это интересно, говорит, наверное, получится. И он прочитал мне свое. Ну, его, конечно, потрясающее стихотворение. Я обомлела настолько пронизанной благодатью Божией, настолько пронизанной любовью и красотой слога. Я так засомневалась, стоит ли мне соглашаться, вдруг я подведу. Ну, все-таки такой высокий слог. Батюшка сказал, не сомневаемся, идем, и все, я вас жду. И я пришла в воскресный день на детскую литургию. И после детской литургии он меня познакомил с мамами. И вот так вот у нас задалось это направление. И вот как-то Господь так управил. И волонтера в лице Веры Куприановой нам послал человека творческого, одаренного, который действительно занимается. Причем не просто, как это у нас принято, вот такие детские стишочки, хотя надо с чего-то начинать. Ну, уже они переходят от более таких простых к сложным формам. Работают над, так сказать, не просто рифмой. Что такое рифма? Это фактически ритм. Но и образы с каждым разом все-таки более и более живые. И поэтому я считаю, вот это такая, будем говорить, маленькая моя мечта, которая сокровенная была, она вот могла благодаря именно воскресной школе нечаянной радости осуществиться. Совесть, голос Господа в душе, помогает всем, кто его слышит. Словно лучик солнца на челе, жизнью и теплом нам вечно дышит. Это есть та самая тропа, что ведет в небесную обитель. Ту обитель, нет в которой зла, где живет небесный сотворитель. Цель нашего занятия еще также, помимо обучения стихосложению, раскрытию творческого потенциала ребенка, раскрытию навыков в русском слове и совершенствованию этих навыков, также в радости, которую он получает от созидания, от своего творчества, от возможности видеть свой результат, от возможности радоваться ему. То есть это у нас много функций несет православное стихосложение как дисциплина. Младшая группа, мы работаем над простой рифмой, мы не разбираем теорию стиха в такой глубокой форме. Мы смотрим рифму, синонимы русского слова, антонимы русского слова, немножечко трогаем метафору, немножечко трогаем летоту, литературное преуменьшение, немножечко гиперболу и обязательно даем практический навык, чтобы они могли пощупать, что такое гипербола, не просто услышать слово, а с какой-то сказкой, применить какой-то сказке к какому-то явлению в литературе, которое детки уже знают, к какому-то стиху, который они уже знают, чтобы они могли пощупать, о, а вот такая вот метафора, а вот такая вот летота. Мужичок с ноготоком, например, им уже понятно, с детками работа другая, больше картинок, больше того, что они могут пощупать, потрогать, осознать. Со взрослыми мы работаем уже с теорией стиха, для того, чтобы у нас не просто были занятия, вот мы там написали что-то с Божьей помощью, сами поработали над словом, немножечко, может, где-то отредактировала я, мало редактирую, слава богу, детки сами много, да, стараются делать, дорабатывают, отдаем на доработку. Как вы думаете, здесь можно лучше? Здесь можно другой прием лексический? Здесь можно другое слово, другое прилагательное? Да, простым их стараемся языком, чтобы детям было понятно. А то они бывают бояться, стесняются спросить, а что такое лексический оборот? И стесняются, и идут ни с чем. А чтобы ребенок не боялся, нужно простыми словами вести, прилагательное там, да, существительное, а может быть другое возьмем слово, даже так, чтобы ребенок чувствовал, что у него получается. Вот, и старшая группа, работаем, конечно, уже с метрикой, да, с размером стихотворным, проходим в форме классического русского стихосложения, это амфибрахий, дактиль, ямб, хорей. Мы проходим эти стили, чтобы ребенок чувствовал, что у стиха еще есть форма, еще есть размер, чтобы ему было интересно познавать этот мир через теорию стиха. Каждый человечек может себя раскрыть в стихосложении, у нас нет неталантливых. Вы удивитесь, у нас публикованы все, кто ходит. Нет ни одного, кто не попал в журнал. Я сейчас покажу журнал, в котором публикуемся. Мы второй год в нем публикуемся. Вот, журнал «Метаморфозы» – это высокохудожественный литературный журнал, в котором публикуются выдающиеся деятели науки, искусства, филологии. Да, в таком журнале есть литературные переводы рубрика, есть поэзия, проза, публицистика. И детям нравится видеть свои публикации, видеть результат своего творчества. Вот, и также в этом году нас пригласили публиковаться разово по кону. Мы предвидим, может быть, возможное развитие в журнале «Второй Петербург». Россия – родина моя, планета красоты и счастья. Все о тебе лишь я мечтаю, в тоске и грусти пребываю, когда далече от тебя. Косички – сосны и березки, роса хрустальная – твои слезки, что по погибшим утром льешь. Озера – глазки голубые, реснички – веточки густые. И травянистый сарафан твой поясал тонкий стан. Люблю тебя, моя Россия, и над тобою небо синее. Когда к нам приходят в школу, мы не можем предвидеть будущее. Господь нам посылает детей, которых мы образовываем. Мы не знаем, кто станет поэтом, кто-то нет. Но умение владеть русским словом для образованного русского человека – это необходимость. Славление Господа в стихах – добродетель, красота Божьего мира, милосердие. То есть те догматические основы, которые дети проходят на других дисциплинах, фундаментальных, подкрепляются факультативным в творческом выражении. Вероятнее всего, многие сегодняшние ученики не станут поэтами. Но любовь к родному языку, умение читать символы и мыслить метафорически, несомненно, обогатят их души. Не хотелось бы заниматься самоцитированием, но вы меня вынуждаете. Поэзия – высокое искусство, способное рождать благое чувство. Кроме стихосложения, в школе отдают дань и другим видам искусства, например, театру. Взгляните у ваших ног счастливый дроссельмеер, тот самый щелкунчик, которого на этом самом месте мы спасли жизнь. Вы сказали, что не отвергли бы меня, как принцесса перлипата. Если бы из-за вас я стал уродом, то в тот час я перестал быть жалким шелкунчиком, и обрел свою былую наружность. Это не является самоцелью участия в рождественских, пасхальных спектаклях, хотя здесь, собственно говоря, знания, умения, навыки, вот эти какие-то моменты, они находят свое проявление и развитие. На сцене, может быть, человек в обычной жизни закомплексован, а тут он имеет возможность во все услышание объявить в каких-то своих эмоциях, чувствах, в хорошем смысле слова. Но при этом у нас есть небольшие достижения. Буквально два года назад комитет по культуре доверил нам такую честь. При поддержке и по инициативе правительства города Москвы в Таврическом дворце проходила рождественская елка для детей-участников специальной военной операции. И наши дети наряду с профессиональными актерами принимали участие в спектакле «Синяя птица». Об этом даже был сюжет на Первом канале, согласитесь. Это тоже огромная мотивация. Поэтому это, конечно же, одно из подразделений нашей школы. Но я считаю, вот этот творческий момент, он тоже должен быть. И, собственно говоря, посредством приобщения к этому прекрасному человек раскрывается, и, собственно говоря, раскрывается в нем образ Божий. Чем бы ни жила воскресная школа, какое бы свое неповторимое лицо у нее ни было, ее задача всегда одна – привести к Богу. Это вот как раз образ, который нам дан от Бога. Сверхзадача этот образ притворить в подобие. Но хотя бы задача сиюминутная – это привить тот свет божественной любви, который окружает всех нас. Посредством как раз вот этих занятий приобщения к доброму, светлому, прекрасному. Сверхзадача